К настоящему времени у нас нет ни одного, ни вопроса, ни замечания по установлению итогов голосования ни в одной из территориальных избирательных комиссий. Нет ни одного обращения или какого-то вопроса, поступившего от того или иного участника избирательного процесса. Предварительные итоги после бурной ночи. В Алтайском крае в выборах президента приняли участие более миллиона человек. Напомним, всего в регионе зарегистрированы почти 1 754 697 избирателей. Проявили активные жители края, которые выбрали для себя электронное голосование. На него изначально заявились около 277 тысяч человек. Из них предварительно проголосовали почти 95%. Кстати, Алтайский край вошел в пятерку субъектов-лидеров по участию в ДЭК. Предварительно суммировав голоса, сегодня избирком озвучил цифры по Алтайскому краю. За Дованкова Владислава проголосовало 48 104 человека. В отношении Путина Владимира Владимировича отдали свои голоса 890 855 избирателей Алтайского края. В отношении Слуцкого Леонида Эдуардовича подали свои голоса 38 105 человек. И в отношении Харитонова Николая Михайловича проголосовали 56 813 избирателей. Таким образом, Алтайский край впервые за всю историю набрал такие цифры в поддержку Путина. Предварительно действующего президента поддержали почти 85% избирателей. Некоторые районы отличились почти 100% поддержкой от числа голосующих. Данные по Родинскому району Алтайского края, по предварительным данным, за данного кандидата проголосовало 95,67%. Зато Сибирский 89,14%. Благовещенский район в процентном отношении точно такой же результат 89,14%. Что касается явки, особо высокая она была в Родинском, Аллейском, Кытмановском, Кулундинском и Завьяловском районах. Также в лидерах Зато Сибирске. В целом же по краю явка по предварительным данным составила 59,89%. При этом в этом году она ниже, чем была на предыдущих президентских выборах. Татьяна Голубева, Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.